Враг рвался к сердцу революции, к Петрограду. В этот грозный час Ленин извещает правительство Германии о готовности принять условия мира, выдвинутые немцами в Брест-Литовске. И Ленин боюет. Он выступает на собраниях, пишет статью за статьей, разъясняет народу необходимость заключения мира. И народ поддержал Ленина. Мир подписан. Советская республика получила передышку и возможность сосредоточить свои усилия на восстановлении экономики и реорганизации всей хозяйственной жизни страны на началах социализма. По поручению ЦК партии Владимир Ильич Ленин написал тезисы о задачах советской власти. Которые были опубликованы затем под названием «Очередные задачи советской власти». В этой работе и ряде других работ, примыкавших к ней, главная задача наших дней о левом ребячестве и мелкобуржуазности «Набросок плана научно-технических работ». Владимир Ильич Ленин наметил план строительства основ социалистической экономики, конкретные пути социалистического преобразования страны, разработал важнейшие положения о переходном периоде от капитализма к социализму. Надо иметь мужество смотреть прямо в лицо неприкрашенной и горькой правде. Надо измерить целиком, до дна всю жестокость поражения, расчленения, порабощения, унижения, на которые нас теперь толкнули. Чем яснее мы поймем это, тем более твердо, закаленно-стальной и сделается наша воля к освобождению, наше стремление подняться снова от порабощения к самостоятельности. Наша непреклонная решимость добиться во что бы то ни стало, то, чтобы Русь перестала быть убогой и бессильной, чтобы она стала в полном смысле слова могучей и обильной. Надо продумать, что для успешного управления необходимо, кроме умения убедить, кроме умения победить в гражданской войне, умение практически организовать. Это самая трудная задача. Решающим является организация строжайшего и всенародного учета и контроля за производством и распределением продуктов. Ведя аккуратно и добросовестно счет денег, хозяйничай экономно, не лодорничай, не воруй, соблюдай строжайшую дисциплину в труде. Выдвигается необходима на первый план коренная задача создания высшего, чем капитализм, общественного уклада. Именно повышение производительности труда, а в связи с этим и для этого его высшая организация. Советская власть есть не что иное, как организационная форма диктатуры пролетариата, поднимающего к новому демократизму, к самостоятельному участию в управлении государством десятки и десятки миллионов трудящихся. Воспитание новой социалистической дисциплины труда, развертывание социалистического соревнования, строжайшая экономия во всем народном хозяйстве, восстановление и всемерное развитие тяжелой промышленности, использование буржуазных специалистов, вовлечение широких масс в управление государством, укрепление диктатуры пролетариата. Таковы, по мысли Ленина, конкретные очередные задачи на пути строительства социализма. Идеи Ленина, высказанные в очередных задачах советской власти, были обсуждены и одобрены Центральным комитетом и получили полную поддержку партии и рабочего класса. Эта ленинская работа рассылалась на места в качестве боевого программного документа, в котором призваны были руководствоваться партийные организации, приступая к строительству основ социализма. Седьмой конгресс коминтерна, собравшийся в Москве, призвал все народы на помощь странам, борющимся за свою независимость, против агрессии и угнетения. В работе конгресса участвовали представители 65 стран мира. Надежда Константиновна Крупская, Мария Иринишна Ульянова. Крупнейшие деятели международного коммунистического движения собрались в колонном зале Дома Союзов. Конгресс открыл председатель ЦК Коммунистической партии Германии Вильгельм Пик. Он сказал, что только путь борьбы за диктатуру пролетариата может спасти человечество от рабства и нужды. Руководитель Болгарской коммунистической партии Георгий Димитров. Мы в каждой стране своевременно извлекали и использовали все уроки из своего собственного опыта, как революционного авангарда пролетариата. Мы хотим, чтобы они, возможно, скорейно учились плавать в бурных водах классовой борьбы. Они оставались на берегу, как наблюдатели-регистраторы, набегающие вон, в ожидании хорошей погоны. Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Морис Торрес. У нас есть воля к тому, чтобы избавить нашу страну от позора и ужасов фашизма, чтобы помочь освобождению наших братьев, стонущих под игом фашизма, чтобы всеми силами бороться за хлеб, за свободу, за мир, за защиту Советского Союза. Восстание протекает по плану Центрального комитета партии большевиков. Выполняя распоряжение Военно-революционного комитета, в Неву вошли боевые корабли во главе с крейсером «Аврора». Один за другим заняты все пять вокзалов. Попытки юнкеров развести мосты и отрезать Центр Восстания от рабочих районов провалились. В руках восставших – почтам. Телефонная станция уже работает на революцию. Занят телеграфом. Сердце восстания – Смольный. С приходом Ленина в штаб революции по образному выражению Подвойского «машина восстания» была опущена на полный ход, на самую высокую скорость. Партия большевиков, тщательно продумав и подготовив революцию, обеспечила ей бескровную и быструю победу. Во главе восстания утвержденной ЦК военно-революционный центр Губнов, Дзержинский, Свердлов, Сталин, Урицкий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...